Привет, с вами DJ Krypton и в сегодняшнем уроке я завершаю рассказ о функционале замечательной альтернативной прошивки для фотоаппаратов Canon 50D, Canon 60D, Canon 500D, Canon 550D и Canon 600D Magic Lantern. В этом пятом и заключительном уроке мы разберем такие вкладки в меню как Focus, вкладку в меню Tweaks, вкладку в меню Play и Config. Следующая вкладка нашего меню называется Focus и как следует из названия этой вкладки речь здесь пойдет о различных дополнительных возможностях работы с фокусом. Первый пункт меню называется Trapped Focus, On-Off или фокус-ловушка по-русски. Эта опция позволяет нам делать снимок только тогда, когда объект находится в фокусе. Это может быть очень полезно, если мы опять же хотим делать съемку животного, насекомого или, самое интересное, макросъемку. Функция работает только в режиме ручного фокуса при полунажатой кнопке затвора и может быть использована при съемке с использованием старых пленочных линз в режиме Live View. Это очень полезно, потому что старые линзы не поддерживают подтверждение фокуса именно на уровне связи объектива с камерой. Но при помощи вот этой функции и при помощи также функции в меню Live View, таких как Focus Peak, мы можем запросто понять, какой объект у нас находится в фокусе. Даже с использованием ручного объектива. Фокус-ловушка работает только в режиме фотосъемки и делает снимок, когда индикатор фокуса имеет у нас максимальное значение по шкале, которую вы сейчас видите на экране. Перед использованием этой функции желательно покрутить кольцо фокуса на объективе, чтобы камера могла рассчитать правильное масштабирование фокуса для конкретной сцены. Также эту операцию следует проделать, если мы перемещаемся в новые условия освещения, резко отличные от предыдущих. Попробуем сейчас сделать этот фокус. Мы перевели сейчас наш фотоаппарат в режим фотосъемки, в режим M. У нас надпись тут появилась Trap Focus. Мы можем теперь полунажать кнопку спуска затвора и настраивать фокус. Без нажатия полного произошла съемка, когда объект у нас оказался в фокусе, в данном случае вот этот роутер. Следующая функция называется Focus Patterns. Переводится как шаблон фокуса. Эта настройка нужна, если нам надо указать камере точки, по которым она должна настраивать общий фокус кадра. Следующая функция в меню Focus называется Follow Focus Off Arrows LCD Sensor. В данном случае LCD Sensor у нас нету, поэтому в меню показаны только параметры Off и Arrows. Что такое Follow Focus? Вообще-то это устройство, предназначенное для удобства работы с ручной фокусировкой. Его задача передача крутящего момента на кольцо фокуса объектива. Это такое устройство, которое дает возможность полудистанционно регулировать фокус камеры. То есть сюда прикручивается кольцо на фокусное кольцо объектива. И при помощи шестеренок оно приводится в движение. В нашем случае Magic Lantern позволяет нам имитировать Follow Focus. Управление этой функции следующее. Кнопки со стрелочками позволяют нам сфокусироваться. При помощи кнопки Q можно изменить направление фокуса. На камере Canon 500D и Canon 550D возможно управление при помощи LCD дисплея. Для этого можно провести рукой ближе к сенсору дисплея камеры. И для того, чтобы использовать эту функцию, нам необходимо отключить функцию LCD Remote Shot. Теперь хочу показать, как работает эта функция на нашей камере. В первую очередь нам необходимо включить Follow Focus. Затем нам необходимо выйти из меню. И при помощи кнопочек стрелок мы можем настраивать фокус довольно плавно и мягко. Конечно же, желательно пользоваться штативом или поставить камеру на любую другую устойчивую поверхность. Вот сейчас вы видите, как меняется фокус при нажатии на Arrow Keys, то есть на кнопочке стрелок, в ту или другую сторону. Теперь немного о рекомендованных параметрах шага фокуса. Focus Step Size, то есть шаг к фокусу, должен быть 1 или 2. 3, это слишком много уже. Focus Step Delay, это задержка шага фокуса. Лучше выставлять маленькие значения, если движение фокуса недостаточно плавое, можно попробовать задержку шага около 100 миллисекунд. Вот тут написано Weight 20 миллисекунд. При помощи кнопочки Set изменяем время. При помощи кнопки Q мы можем убрать Weight, то есть она не будет ожидать окончания движения объектива до следующей точки. Эти два параметра, они определяют само движение объектива. Еще раз по поводу Focus Step Delay. Focus Step Delay, это опция устанавливает задержку между двумя последовательными фокус-командами. Например, последовательное движение вперед или назад нашей объективы камеры от одной точки фокуса к другой. Если опция Weight не активна, то Magic Lantern будет использовать заданное значение времени ожидания до следующей команды фокуса. Ну вот, Weight у нас, если не активна, то камера будет ждать 160 миллисекунд. Если активирована опция Weight, то Magic Lantern будет ждать, пока очередная команда не будет завершена, и только потом камера будет ждать установленный в этом пункте интервал времени перед тем, как запустить следующую команду. Эта функция позволяет улучшить точность фокуса на некоторых линзах, но также может вызывать рывки камеры при съемке видео. Это тоже не очень хорошо. Focus Endpoint, это опция следующая в нашем меню Focus. Эта опция определяет конечную точку плавного перехода фокуса. То есть, если мы хотим перевести плавно фокус близкого к нам объекта на дальний при помощи функции FollowFocus. При помощи этой опции мы устанавливаем конечную точку, наведя объектив на нее и нажав на кнопочку Save. Начальная же точка будет та, на которой мы включим функцию RackFocus, например. Следующая опция это RackFocus. Это очень-очень-очень важная и интересная функция. Она позволяет автоматически управлять переходами фокуса между начальными и конечными точками. То есть, нам нужно, допустим, вот с объекта, который близко к нам, перестроиться на объект, который дальше от нас. Именно в такой художественной манере с правильным, равномерным движением фокуса объектива. Чтобы не было никаких рывков и не было тряски, не было посторонних никаких движений. Вы замечали наверняка такие переходы. Вот сейчас на экране один из примеров такого плавного перехода. Сейчас я хочу показать, как работает этот RackFocus. Для начала нам нужно определить конечную точку фокуса, то есть Focus Endpoint, сфокусировавшись на этой точке. После того, как мы сфокусировались на ней, нам необходимо нажать на кнопочку Set, для того, чтобы закрепить этот параметр. Затем, для определения начальной точки фокуса, нам нужно нажимать на кнопочку Zoom In или Zoom Out, в зависимости от того, в какую сторону мы хотим, чтобы наш фокус перемещался в этом же режиме, до фокусировки на необходимой нам начальной точке. При нажатии на кнопочку Zoom In или Zoom Out, в зависимости от наших требований, значение Focus Endpoint на экране будет меняться. Это значит, что мы делаем все правильно, и конечная точка фокуса закрепилась, и мы теперь нажатием на кнопочки Zoom In или Zoom Out устанавливаем начальную точку фокуса. Если при выделенном RackFocus в меню мы нажмем на кнопочку Set, то RackFocus начнется автоматически через 2 секунды после нажатия. Если мы нажмем на кнопочку Cue, то RackFocus стартует сразу же автоматически. Если мы нажмем на кнопочку Play, то RackFocus стартует сразу, при этом автоматически включается запись. Вот мы сейчас нажали на кнопочку Play, автоматически стартовал RackFocus, то есть переход с одной точки на другую, и также автоматически началась запись. После окончания перехода фокуса, запись автоматически останавливается. Сейчас мы видим только что снятый клип с перемещением фокуса из одной точки в другую, то есть с применением RackFocus. Чтобы запустить RackFocus в обратном направлении, нам необходимо нажать на кнопочку Cue. И вот мы сейчас видим, как фокус переходит с микрофона на телевизор обратно. Для управления RackFocus можно использовать функцию дистанционного управления. Например, можно использовать LCD Remote Shot. Следующая функция это StackFocus. Немножко теории. Что такое Focus Staking? Это технология обработки цифровых картинок, при которой несколько снимков с разным фокусным расстоянием комбинируются для достижения наибольшей глубины резкости. То есть у нас получается несколько снимков с разными настройками фокуса. То есть в одном снимке у нас фокус ближе, другой в средней точке, в третьем изображении будет он на дальнюю точку настроен. И при использовании этой функции все три фотографии соединяются в одну, для того, чтобы финальная картинка у нас получилась более четко. Эта технология может быть использована в любой ситуации, когда отдельные снимки дают нам маленькую резкость. Это очень круто применять при макросъемке. Если мы фотографируем какого-нибудь там комарика, из-за того, что мы делаем диафрагму открытой, у нас слишком получается маленькая глубина резкости. И носик этого комарика может быть или там какой-нибудь пчелы может быть в фокусе, а задница не в фокусе. Так вот, Stack Focus позволяет нам сделать несколько снимков с разными настройками фокуса. То есть первый снимок у нас будет настроен фокус на нос этого комара или пчелы, потом второй будет настроен на туловище и третий на задницу. Потом в машине совмещаются три эти фотографии. И эта функция у нас позволяет сделать одну карточку из трех, но полностью в фокусе. Сейчас на экране показано видео, как в программе Photoshop можно совместить фотографии для получения вот этого эффекта Staken Focus. Функция Stack Focus, она, конечно, использует все параметры, которые мы рассматривали выше. Мы должны настроить Rack Focus. При помощи кнопочки Q выбирается количество шагов. И это количество шагов будет равно количеству фотографий. Мы можем сделать до 10 фотографий с шагом фокуса, который будет определен вот тут. Focus Step Size. Далее необходимо нажать кнопку Play для того, чтобы начать съемку с серии изображений с разным фокусным расстоянием. Если мы переходим в режим Play, то при нажатии на кнопку Play будет снята целая серия из 10 фотографий с различным фокусным расстоянием. Если же мы активируем опцию Snap, то будет сделана только одна первая карточка из серии этих фотографий. Эту функцию можно совмещать с HDR брекетингом и режимом съемки тихих картинок, чтобы не насиловать затвор. Рекомендуемый шаг фокуса такой же, как и в Rack Focus, то есть, в принципе, один или два, лучше один. Следующая вкладка в меню Magic Lantern называется Twix. Twix это различные опции, настройки, которые облегчают жизнь фото и видео любителей, таких как мы. Первый пункт называется Live View Game, Night Vision, то есть, это ночное видение для нашей камеры. Эта опция позволяет поднять уровень освещения на мониторе Live View до плюс 6 EV, что даст нам возможность видеть картинку на экране Live View при крайне низком освещении. Попробуем сейчас проэкспериментировать, ставим плюс 5, видим, что картинка у нас стала яркой. Надпись сразу идет Plus, 5 и V. Мы можем уменьшить яркость, но сразу видно, что цифровой такой шум, страшные полосы, вот эти они очень очевидны. Также эту функцию можно использовать, если мы пользуемся ND, Neutral Density фильтрами или инфракрасными фильтрами. Функция эта работает посредством цифрового увеличения экспозиции. При фотосъемке повышенная яркость не влияет на саму фото. Смотрим, если мы делаем фото, то фото само получается вот таким темным. На фото это никак не отражается, а вот на видео это еще как отражается. Можешь специально использовать эту опцию для записи видео с повышенным ISO вплоть до 409600. Чтобы использовать эту функцию таким образом, первое, нам необходимо активировать автоматическую настройку ISO при съемке в видеорежиме. Активировали. Так как сцена, которую мы собираемся снимать при помощи этой опции будет очень темной, камера выбирает значение всегда 6400. Чтобы получить эквивалент ISO 25600, нам необходимо увеличить яркость на всего лишь 2 EV. Сейчас у нас это соответствует 25000 ISO. Так и будет записываться. Вот мы берем, пишем, проигрываем. То же самое, такая же картинка, яркая. Следующая опция у нас называется Exposure Simulation. On, Off или Auto. Симуляция экспозиции. Это одна из основных функций на всех зеркалках Canon, начиная с 20 серии. Функция эта позволяет увидеть нам динамически меняющуюся экспозицию на LCD-дисплее камеры. По дефолту эта функция включена, но с помощью прошивки Magic Lantern при необходимости можно ее выключить. А необходимость такая может возникнуть только, если нам что-то мешает скадрировать кадр или правильно понять в фокусе картинка или нет. Если просто у нас написано On, то на дисплее камеры будет отображаться точная экспозиция, какая будет в финальном снимке. Если стоит Off, то картинка на дисплее не отражает правильную экспозицию. А в режиме Auto симуляция экспозиции будет автоматически отключена во время зума, но только если кнопка спуска затвора нажата наполовину. Если симуляция экспозиции будет выключена, то зебры, гистограммы и вейформы не будут отображаться. Следующая опция называется DOF Preview. На наших камерах Canon есть такая кнопочка Depth of Field Preview. Она находится вот тут. Эта кнопочка очень полезна и вот почему. Она позволяет нам увидеть, как будет работать фокус в нашей сцене. Если объяснять это человеческим языком, то когда мы смотрим видоискатель камеры, картинка будет яркой, так как диафрагма объектива будет открыта больше всегда при настройке в конкретной сцене. Диафрагма у нас обычно сужается только непосредственно при съемке кадра, поэтому невозможно увидеть, как настройки диафрагмы будут влиять на глубину резкости. Диафрагма же у нас связана с глубиной резкости, это общеизвестно. И вот эта кнопочка позволяет нам видеть, как будет по-настоящему смотреться наш кадр. В данном случае это не работает, потому что у нас объектив настроен на максимально открытую апертуру. И объективы также, конечно, должны использоваться с этой функцией современной. Особенно эта функция полезна, конечно же, при макросъемке, где глубина резкости и резкость имеют критические значения. Опция Sticky позволяет нам как бы держать эту кнопку все время нажатой. Все, что я говорил об этой функции, относится, конечно же, только к новым линзам с автоматическим фокусом. Следующая функция называется AF Frame Display Show и Auto Hide. Эта настройка позволяет нам автоматически скрывать Auto Focus Frame. Auto Focus Frame это вот этот квадратик по центру экрана. Сейчас параметр Auto Hide активен и, соответственно, он скрыт. Если Show, то все время этот квадратик будет показываться. Auto Hide. Он исчезает и показываться будет только тогда, когда мы настраиваемся на резкость. Следующая опция называется LCD Sensor Shortcuts. On или Off. Эта опция доступна только на таких камерах, как Canon 500D, Canon 550D. Она позволяет использовать сенсор LCD Display камеры как дополнительный орган управления. Также позволяет использовать этот сенсор в режиме Live View. Как можно использовать сенсор этого LCD Display мы говорили выше, поэтому покажу лишь некоторые функции, которых мы не касались. LCD Sensor и одновременное нажатие кнопок вверх и вниз позволяет нам регулировать уровень подсветки дисплея. LCD Sensor и одновременное нажатие кнопок влево-вправо, left-right в режиме Live View регулирует уровень входного сигнала аудиозвука. LCD Sensor и одновременное нажатие кнопки Zoom In активирует Magic Zoom. Чтобы полностью деактивировать функцию LCD Sensor, следует просто деактивировать опцию автоматического выключения дисплея в стандартном меню камеры во вкладке 1. Но у нас этого нету, потому что у нас камера не имеет сенсора LCD Display камеры. Следующая функция называется Auto Burst Peak Quality. On или Off – это опция полезна для серийной съемки. Мне является секретом, что зачастую ресурсов камеры нашей недостаточно для быстрой серийной съемки, в результате чего буфер переполняется и камера может просто не снять необходимое нам количество снимков в конкретной серии. Эта же опция позволяет временно снизить качество снимаемых изображений, для того чтобы сохранить необходимую частоту кадров, когда буфер камеры почти полон. Точнее, если места в буфере камеры хватит меньше, чем на 4 снимка. Тут есть параметры только On или Off. Следующая функция называется Show Crop Marks in Movie Mode или Movie и Photo Mode. Ну, это все просто. Функция указывает, где показывать кроп-марки. Только в режиме видеосъемки или же в режиме фото и видеосъемки. О кроп-марках мы уже рассказывали выше, поэтому повторяться сейчас не будем. Следующая функция – ISO Selection. Эта функция позволяет нам управлять расширенными возможностями настройки ISO, которые нам предоставляет прошивка Magic Lantern. Если у нас стоит All Values, то камера будет использовать все возможные значения ISO с шагом 1,8 и V. Если же мы выбираем 100, 160, если параметр активен, камера будет использовать только стандартные значения ISO. Следующая функция называется Mirror Display, Don't Allow или Allow. Эта опция у нас связана с отображением информации прошивки Magic Lantern на дисплее камеры. И мы просто включили Allow. Следующая функция называется LV Auto ISO in M-Mode. Автоматическая настройка ISO в режиме M. Это экспериментальная функция для автоматической коррекции ISO для фоторежимов. Эта функция работает только в режиме Live View и только в режиме ручной съемки. Может изменять ISO с шагом только в 1 и V. Какие-то настройки. Есть Spot Meter. Различные пресеты для автоматической настройки ISO. Ну давайте попробуем просто по Spot Meter настроить ISO в режиме M, в режиме ручной съемки. Да, мы видим, что ISO у нас меняется по Spot Meter. Spot Meter это вот квадратик у нас маленький в центре. Следующая центральная гистограмма. Она берет квадрат. Попробуем следующий параметр. Да то же самое. Это совершенно не нужно, мне кажется, в том, что будет слишком скакать. Следующая опция Crop Factor Display. Расскажу, в чем тут дело. Crop Factor в цифровой фотографии это соотношение стандрон относительно формата 35 мм. В случае с цифровой фотографией наиболее часто используемое будет соотношение стандартного 35 мм размера кадра. То есть 43,3 мм диагонали именно пленки к диагонали сенсора камеры. Как известно, все камеры, на которых возможно установить Magic Lantern, имеют кропнутую матрицу, то есть неполную матрицу. Это значит для нас, что актуальное фокусное расстояние объективов, созданных для полноматричных камер, а также старых ручных объективов, не соответствует таковому на камерах с неполной матрицей, то есть на наших камерах. Из-за этого, например, объектив с маркировкой 50 мм 1.8f, изготовленный для полноматричной камеры, на нашей камере будет давать актуальное фокусное расстояние 80 мм. Вот эта функция позволяет нам видеть действительное фокусное расстояние с учетом crop factor. У нас сейчас объектив 28 мм, и что мы видим, что с ученым crop factor получается, что это у нас 45-мм объектив, поэтому, конечно, рекомендуется для наших камер брать объективы, адаптированные для окропнутых матриц, либо покупать другой фотоаппарат. Следующая функция Live View Zoom. Эта опция позволяет управлять зумом в режиме Live View. Можно выбрать 5-кратное или 10-кратное увеличение при помощи кнопки Play или кнопочки со смайликом. Это такая кнопочка для распознавания лиц. При помощи кнопочки Play мы меняем 5 или 10, и при помощи кнопочки Set устанавливаем, нужно ли нам распознавание лиц или нет. Все параметры цифрового зума мы рассматривали уже выше, поэтому не будем сейчас опять заострять на этом внимание. Следующая вкладка в нашем меню называется Play. Первый параметр Set Plus Main Dial Play. Об этой функции мы говорили уже выше при рассмотрении функции Silent Picture из вкладки меню Shoot, поэтому повторяться не буду. А следующая Crop Marks Play, On или Off. Будут показываться или не будут показываться кроп-марки в режиме воспроизведения. Следующий параметр After Taking a Peek определяет режим поведения камеры после снимка. Какие есть тут опции Quick Review и Hold Play? Если Quick Review, камера будет вести себя обычно, то есть после фотографирования будет показано сделанное изображение в течение нескольких секунд. Если активировать режим Hold Play, то камера после того, как будет сделан снимок, автоматически перейдет в режим воспроизведения. Это нам позволяет сразу же увеличивать картинки, смотреть детально на сделанные снимки. Следующий параметр это Zoom and Play Mode. Этот параметр увеличивает скорость зума камеры в режиме просмотра. Какие тут есть параметры Fast, Normal и Fast Plus 100%. Normal это просто как обычная. Прошивка будет скорость Fast. Как написано в инструкции, это зум на стероидах. Fast Plus 100% это первое нажатие кнопки Zoom In. Будет увеличивать изображение до 100%. Fast просто у нас вот картинка увеличивается. Если мы ставим Fast Plus 100%, переходим в меню Play, то при первом нажатии кнопки Zoom In у нас до 100% увеличивается картинка. Следующая кнопка называется Live View Button Play, Protect Image. При помощи этой опции можно изменить назначение кнопки Live View, вот этой кнопки вверху, которую часто мы пользуемся, в режиме просмотра. Это защита изображения. Сейчас стоит Protect Image, мы переходим в Play, нажимаем раз, все, изображение защищено при нажатии на кнопку Live View. Quick Erase Set Plus Erase. Это метод быстрого удаления фотографии. Мы нажимаем на Set и на Erase, все, она удалилась. Следующая вкладка в меню называется Config Configuration. Magic Lantern позволяет нам сохранить сделанные нами изменения настроек в конфигурационный файл. Если у нас стоит Config Auto Save On, то автоматически сохраняются настройки в файл этот Magic.CFG, каждый раз, когда мы меняем какую-либо из настроек. Следующий параметр это Save Config Now, просто сохраняет настройки в этот файл при активации этого параметра. Delete Config File, это удаление конфигурационного файла и возвращение дефолтных настроек. Display Profiles. Эта опция позволяет выбирать между четырьмя вариантами отображения данных на экране Live View. Своеобразные пресеты, то есть мы можем сконфигурировать Display 1 с отображением Zebra, например, Display 2, с отображением Focus Peek, Display 3, просто будет пустым и так далее. Для того, чтобы выключить функцию, это можно сделать активным. Профиль 1. Следующую вкладку в меню Debug я освещать, пожалуй, не буду, потому что там находятся наименее критичные параметры, которые не так влияют на процесс съемки. И на этом, пожалуй, серия уроков, посвященная прошивке Magic Lantern, подошла к концу. Некоторые настройки прошивки Magic Lantern мне удалось осветить более подробно, некоторые настройки менее подробно. Так что, если у вас возникнут какие-то вопросы, то всегда вы можете прислать их мне на e-mail или связаться со мной по любым социальным сетям или через YouTube, или как вам угодно. Также приглашаю вас еще раз на мой сайт www.djkrypton.de Рекомендую вам подписываться на мою рассылку внизу сайта. И в скором времени вас ждут новые уроки по разным интересным темам. С вами был DJ Krypton и Саша Мэтт. До новых встреч. Пока!